Друзья, ну а как еще развлечься этим летом, расскажем прямо сейчас. Да, у нас в гостях Даниил Каравайный, технический менеджер байк-фестиваля «Тамань Полуостров Свободы-2019», который будет проходить в Голубицкой с 1 по 4 августа. Уже 21 год. Проходит, это правда, Даниил, доброе утро. Доброе утро, да, в 21 раз мы будем делать наш фестиваль. В этом году у нас много нововведений. Это первое, то, что мы поменяли локацию. Мы переехали с Веселовки именно в Голубицкую. Почему Голубицкая? Ну, потому что мы столкнулись рядом определенных, можно сказать, проблем для наших гостей. Веселовка, она, в принципе, небольшой поселок с очень маленьким номерным фондом. И все наши гости, когда приезжали, и фестиваль был однодневный, либо двухдневный проблем, проживания в палатках они не видели. Когда фестиваль стал расти, стал уже там трехдневный. Ну да, сейчас четыре дня. Уже четыре дня, да, четыре дня жить в палатке не все хотят и не все любят. Поэтому мы долго думали, долго выбирали и приняли решение фестиваль перевезти в Голубицкую. То есть в большую станицу, в большую курортную станицу с огромным номерным фондом, где каждый желающий может найти для себя любые номера, либо дома по своему запросу. От там бюджетных кемпингов, да, элитных отелей, которые им будут по карману. Как вообще? Я никогда не была на байк-фестивалях. Как проходит? Как проходит? Что там происходит в четыре дня? Ну, то есть фестиваль, да, большая, имеет большую музыкальную программу. То есть в этом году у нас будет три сцены, на них выступят свыше 60 групп. И будут звезды на самом деле. Да, то есть в этом году у нас много очень иностранных звезд. Это группа Расмус из Финляндии, группа Кроссфейт из Японии, группа Бладивуд из Индии, из Молдавии у нас будет группа Инфектотрейн и много наших российских именно групп. Что будет с Голубицкой в этот момент? Ну, мы думаем, будет большой праздник, будут все радоваться, к нам придут на фестиваль, посмотрят, оценят его. Но мы знаем, что вы позиционируете этот фестиваль как семейный. Совершенно верно, да. Байк-фестиваль и семейный, такое странное сочетание. Почему? Потому что когда сам байк-фестиваль, 21 год назад его организовали, придумали, то есть все были молодые, амбициозные. В течение времени шло время, все обзавелись семьями, рождались дети. И постепенно-постепенно вся та тусовка, которую я придумала, она уже стала семейным. И поэтому с течением времени байк-фестиваль от такого байкерского, скажем так, неудержимого веселья превратился в более семейный праздник. Все приезжают со своими детьми, дети уже со своими детьми приезжают. И поэтому мы уже стали позиционировать себя как именно семейный байк-фестиваль. А то есть вот помимо концертных площадок, что там будет происходить? Да, то есть у нас будет много мастер-классов для детей. Там будет лепка, слева из лука, там гончарное искусство. Будет много фаер-шоу у нас будет, у нас будет салют. То есть очень много будет детских городов, где дети могут прожить свое время. То есть там горки, батуты, ну вот в таком плане все. Ну и главное, конечно, море. То есть люди едут на море отдохнуть 4 дня на море. Но все-таки байк-фестиваль и уклон будет на людей, которые находятся вот в этом, грубо говоря, байкерском... Ну это не уклон, это просто как бы специфика фестиваля, который делает свою, ну так, фишкой именно байк-движение. Людям рассказывают, что такое байк, детям показывают, что такое байк, как на них кататься, из чего состоит мотоцикл. Ну и в субботу, как традиционный байк-день, когда проходят байкерские конкурсы, и люди, пришедшие в субботу, могут наблюдать именно исконные байкерские конкурсы в нашем фестивале. Ну то есть если я не байкер, я все равно буду сидеть, да? Да, вы можете спокойно приезжать, то есть наш фестиваль считается самым безопасным в России, потому что фото-клуб Blacksmith MC, который является организацией армазанного фестиваля, он обеспечивает безопасность всем зрителям, пришедшим на фестивале. И в последние годы у нас не случалось ни одного эксцесса в рамках фестиваля. Примерно сколько человек, вот если есть такая статистика, присутствует на фестивале? Ну от трех тысяч и выше. В этом году такое же количество ожиданий? Ну мы ожидаем, да, то есть мы не можем прогнозировать, потому что в основном покупают билеты именно на входе, поэтому мы до последнего не знаем, сколько будет людей, но по прошедшим годам можем судить, что от трех до пяти тысяч человек нас стабильно посещают. А география большая, в принципе? Да, даже в этом году объявили группу «Ратмус», там встали 5 из Финляндии их поклонники, которые спрашивали, как им лучше добраться из Финляндии на наш фестиваль, чтобы посмотреть на свои лучшие люди. Из Финляндии в Голубицкую, как лучше добраться. Так что география, в принципе, большая, люди приезжают со всей России, у нас даже проходит на байкерский конкурс самый далекий, то есть пробег, например, с Владивостока, с Камчатки, то есть специально едут на байкерский фестиваль. Какие еще, какие еще есть байкерские конкурсы, в чем соревнуются байкеры, ну грубо говоря? Ну, это, то есть есть силовые конкурсы, то есть помимо конкурсов типа «Кастом байк», «Лучший байк», «Самый красивый байк», либо «Самый громкий выхлоп», существуют еще силовые, там, типа «Поднятие мотора», «Поднятие мотоцикла», «Кто пройдет быстрее канадскими мотоциклами». Ну, их очень много, то есть они как от физических, как от смешных, так и до спортивных. То есть очень зрелищно все это будет проходить? Да, очень зрелищно, очень красиво, ну и надеемся, будет. А возрастные ограничения есть? Понятно, что с детьми можно. Да, то есть у нас ограничения есть 18+, но если вы сопряжетесь с родителями, то мы... С семьей, да? Да, с семьей. Вы сказали, что будут российские звезды. Да, это у нас будет группа, ну из известных, я скажу, это будет ДДТ, это будет группа «Люмэн», «Нойс МС», современные модные «Анакондос». «Анакондос» я обожаю. Да, очень много всех, там из 60 групп, поэтому даже всех так не упомнишь. Выступать они будут по какому-то расписанию, то есть где-то это все можно посмотреть? Да, на сайте нашего фестиваля есть полное расписание, где указано, в какой день, в какое время будет выступать та или иная группа. Регистрироваться как-то нужно? Говорить, сообщать, что я приеду с семьей? Попать и билет, и вперед. Все, покупаем билет, приезжаем, и давайте еще раз напомним, когда и где. С 1 по 4 августа, Станица Голубицкая, Темрюкский район. Данил, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Друзья, все в Голубицкую, лето, море, фестиваль. Я не знаю, что можно еще придумать для того, чтобы провести этот замечательный летний сезон 2019 лучше, круче, звезды. В общем, будет все. Если вдруг что-то пропустили, заходите на сайт нашего телеканала Кубань24.TV